Совсем скоро на этом месте появится музыкальный фонтан. Согласно паспорту, объект сдадут уже в этом году, 22 сентября. И тут возникает некий диссонанс. Красивое, благоустроенное место и рядом, прямо напротив, полуразрушенное здание бывшего кинотеатра Москва. Фонтан в конце месяца может из-за работы того до открытия нового ЗАГСа еще далеко. Педагог с 40-летним стажем Галина Иванова открытие фонтана ждет с нетерпением. Она проходит по этой дороге каждый день с работы. Учитель истории и общества знания с ужасом наблюдает, как здание напротив все больше разрушается. Очень грустное зрелище. Очень жаль, что в такое состояние превратили кинотеатр. Мы с грустью обходим это здание. Это здание стало местом социального поведения подростков и очень боязно в вечернее время здесь проходить. Порой из школы поздно иду или после родительских собраний. Я вижу здесь молодежь. Они занимаются неприличными вещами. Ну вот и всякие безобразия, окна выбитые. Это, конечно, их рук дело. А между тем, 3 сентября общественности представили проект нового ЗАГСа. Там сказано, что дворец бракосочетания откроется уже летом следующего года. Рядом появится парковка на 20 машиномест, небольшой сквер и фонтан. На реконструкцию планируется потратить 70 миллионов рублей. Также было отмечено, что сейчас участок, на котором расположен планетарий, находится в зоне скверов. И его хотят перевести в зону обслуживающих и прочих деловых объектов. Подобные изменения в генплане обсудят на публичных слушаниях. Пока проект согласовывают и додумывают, жители города задаются вопросом, когда же начнется работа. Это ужасно, конечно. Можно было с него начать. Безобразие, потому что давно уже стоит, хоть что-то бы сделали бы. В принципе, наверное, можно что-то. Может, развлекательный центр какой-то, может, для ребятишек что-нибудь бы сделали. Ну, я как бы коренной резанец, поэтому, естественно, с детства ходили сюда мультики смотреть. Насколько я знаю, здесь будет ЗАГС. Может быть, и ЗАГС хороший построят в нашем городе. В отличие от здания бывшего кинотеатра «Москва», фонтан начали реконструировать оперативно. Хотя некоторые жители жалуются в интернете на шум. Нас строители заверили, работы на этом объекте заканчивают не позднее 19 часов. Чаще всего в 18 уже тихо. К тому же проект обещает быть действительно грандиозным. Подобных фонтанов в России можно по пальцам счесть. Фонтан действительно необыкновенный. Необыкновенный в том, что он музыкальный, с подсветкой. Люди будут приходить отдыхать. А самое главное, детишки, он будет сочетаться вместе с благоустройством. Они под этим струем бегать будут, играть все остальное. Просто представьте, как это удобно будет и красиво. Согласно проекту, музыкальный фонтан состоит из 129 динамических струй. Здесь будет 8 контуров неповторимых водных фигур, 5 режимов работы. Музыкальный имеет 15 мелодий. Детский и игровой. Здесь предусмотрены низкие струи с плавным изменением высоты. Статический и два динамических режима с быстрой и медленной сменой струй. Высота водной картины будет подниматься от 1,5 до 12 метров. Первоначальная стоимость проекта составила 79 миллионов рублей. И здесь у некоторых рязанцев возник вполне логичный вопрос. Почему реконструкцию начали именно с фонтана, а не со здания напротив? Ответ очень прост. Фонтан делает администрация города, а здание бывшего кинотеатра Москва находится в ведомстве региона. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».